Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Казахско-турецкие лицеи в Казахстане уже не первый год. Но после неудавшегося переворота в Турции, похоже, этот вопрос вновь на повестке дня в турецко-казахстанских внешнеполитических отношениях. Казалось бы, мирная новость о возможном закрытии казахско-турецких лицеев в Казахстане обернулась на деле большой политикой. Об этом говорит и тот факт, что сразу несколько казахстанских экспертов отказали мне в комментариях, признавшись, что пока не хотят лезть в эту скользкую тему. К тому же боятся либо обидеть, либо как-то навредить своим турецким партнерам. Восток дело тонкое. Напомню, что официальная Анкара считает, что эти лицеи финансируют и поддерживают главный политический противник турецкого лидера, исламский проповедник Феттулах Юлен, которого подозревают в организации недавнего государственного переворота в Турции. Казахско-турецкие образовательные центры начали свою деятельность в Казахстане в самое тяжелое время для страны в 1992 году. Сегодня в Казахстане насчитывается 28 казахско-турецких лицеев, университеты имени Сулеймана Демиреля, колледжи имени Сулеймана Демиреля, Жамбульский экономический колледж в городе Тарас, начальная школа Шахлан, международная школа Нур-Орда. Образование в них идет на четырех языках – казахском, турецком, русском и английском. О том, что качество образования было довольно высоким, как минимум в самом начале существования лицеев, говорит тот факт, что сотни учащихся этих лицеев становились победителями и призерами международных интеллектуальных олимпиад. Впрочем, пока готовила этот репортаж, узнала, что в последнее время качество образования начало хромать, потому что фактическое управление лицеями перешло казахской стороне. В случае закрытия этих лицеев потенциальные студенты уйдут в другие частные школы. И это, по сути, не страшно. Но, с другой стороны, такая ситуация уже отражается не лучшим образом на отношениях Казахстана с Турцией. Ведь долгое время, благодаря турецким лицеям, в Казахстане проецировалась так называемая «мягкая турецкая сила». Они смогли довольно успешно заполнить образовательную нишу именно тогда, когда Казахстану требовалось качественное образование. Лицеи стали ключевым фактором, который помогли Турции заработать в Казахстане положительный имидж. Между тем, и здесь не обошлось без коственного вмешательства Запада. А именно, США, которые в свое время, в начале 90-х годов, когда Казахстан только вступил на путь независимости, сделали превентивный шаг. Боясь, что Иран может войти в регион Центральной Азии со своей идеологией, решили, что Турция с ее светским исламом может стать в этом смысле отличным идеологическим противовесом. Впрочем, и для казахстанских спецслужб такая ситуация была выгодна, потому как лицеи стали своего рода противодействием радикальным исламским течениям. Говорит Толгат Калиев, политолог. Казахско-турецкие лицеи Что касается возможности его переименования или же перерегистрации, то я думаю, это тоже было бы неразумным, поскольку тем самым мы проявляем неуважение в памяти тех, кто в свое время участвовал и инициировал этот проект на заре нашей независимости. Казахстанскому образовательному стандартам. Поэтому я не думаю, что третьи страны могли бы претендовать на какое-либо влияние. В них я не видел никакой религиозной отказки, никаких не имеющих отношений к образовательным моментам, которые могли бы нести угрозу для общества или же государства. Говорит полковник КНБ в отставке Арат Норманбетов. Почему мы должны быть последователями какого-то Гюлена, которому, как в прессе сообщается, принадлежат подобного рода учебные заведения, и чтобы мы у него в нашей жизни шли по его фарватеру. Тем более, надо всегда учитывать то, что абсолютно недавно мы были атеистическим государством. Люди у нас, большинство своим были атеисты. И вдруг такая вот совсем противоположная крайность. Я говорю о количестве мечетей у нас, верующих. А тут вдруг еще и подобные лицеи у нас по всей территории Казахстана. И я хочу подчеркнуть, что как бы не рядились организаторы и учредители этих лицеев в тогу того, что вот они светский характер носят. На самом деле это не так. Если брать по большому счету, то они именно из-за того и пришли к нам, их как бы духовные руководители. То, что у нас было атеистическое государство, и теперь насадить, укоренить у нас именно исламизацию. Но у нас, извините, светское государство, мы не можем вот так вот, такое количество учебных заведений, которые бы ставили задачу постепенной исламизации у нас в стране. А тем более, насколько я знаю, что именно элита общества нашего, многие вот дети учатся в таких лицеях. Получается, что дети тоже, обучившись в этих лицеях, будут через некоторое время составлять элитный класс. А так как они там подспудно получают образование именно вот такое вот, с уклоном на ислам, то я считаю, что у нас перспективы тоже в этом плане вот по развитию государства будут уже не светского характера, по крайней мере, носить. Как видите, вопрос турецкого влияния на казахстанское общество разделил даже местных экспертов на два лагеря. Тех, кто за сохранение лицеев и тех, кто считает, что их время ушло. Тема оказалась настолько чувствительной, что подводить итоги пока рано. Между тем, напомню, что этой осенью в Вишкеке пройдет заседание Совета глав государств членов ССТГ, Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Членами этого союза являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Секретариат организации расположен в Стамбуле. Если президент Турции Реджеп Таип Эрдоган не приедет на это мероприятие, что вполне возможно в свете последних событий, то это весьма серьезный минус для существования этой организации. Сегодняшняя политика президента Турции Эрдогана вбивает клин между Казахстаном и Турцией и в целом между Турцией и странами Центральной Азии. К такому выводу приходят многие мои собеседники. Мы будем ждать результата встречи нашего президента Нурсултана Назарбаева с турецким коллегой, которая должна состояться в Анкаре в начале августа. Хочется надеяться, что стороны найдут консенсус не только в вопросе лицеев, но и в других важных вопросах политики и экономики. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии или вы желаете поделиться своими проблемами, вы можете позвонить по телефону в Алматы 354-08-45. Вы слышали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была бы торговся Дахметова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.iwpr.net, а также на фейсбуке на нашей странице IWPR Казахстан. Встретимся на этой же волне и снова поговорим о том, что важно.